МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семейная программа на 78-го. Мы продолжаем обсуждать непростые вопросы семейной жизни. Дорогая, я изменил тебе. Так, вот так, Радик Мергалиев, все с тобой понятно. К сожалению, больше половины семей в России слышат эту фразу. Ужасная фраза, на мой взгляд. Ужасная фраза, но есть люди, которые кричат в интернете об этом. Да, и в интернете вообще нередко можно найти обсуждение на эту тему. Например, муж признался в измене, но самое ужасное, он сказал, что любит ее. И, конечно, люди получают отклик и сотни-сотни советов на это. Ну вот, отвечает, ситуация тяжелая, но не смертельная. Поверьте мне, еще и не прошло двух месяцев, как я узнала об измене мужа. Мы в браке почти 20 лет. У нас трое детей с 18 лет вместе. Я женщина сильная и сама решила, что пусть идет к ней. То есть отпустила. Но он как порядочный решил, что останется в семье. Ведь нас он любит. Да, интересная история. Ну, здесь долгий брак, конечно, еще бы. Но другие знающие люди на форумах говорят так. Мужчина признается в измене только в одном случае, когда боится, что любовница настучит сама вам об их связи. И иногда это, правда, оказывается так. Но несправедливо будет не сказать, что и мужчины тоже страдают от измен. Узнала от гражданской жены, что она мне изменяла. С каким-то парнем в течение трех месяцев. Сейчас говорит, что их отношения уже закончились. И ей противно за себя и за свой поступок. Что поняла, как любят меня и нашего ребенка. Да, это все только маленькая часть истории об изменах. На самом деле их гораздо больше. И почему вообще измены возникают? Кто на самом деле в них виноват? Мужчины, женщины, оба партнера? Ну, вот об этом сейчас будем разговаривать. Ну, конечно же, кто не как лучший эксперт Петербурга сегодня у нас на диванах, готовы разъяснить и может даже помочь тем, кто любит изменять. Дмитрий Ольшанский, психоаналитик. Лев Моисеевич Щеглов, доктор медицинских наук, профессор и врач-сексолог. И Елена Викторовна Иоффи, доцент кафедры психотерапии и сексологии университета имени Мечникова. У нас такая сильная компания сегодня, команда. Да. И тема тоже сильная, непростая. Тема тоже сильная и непростая. Ну что же, люди, добрый день, озвучивают и в интернете, и ходят к психологам, и даже расходятся. Причина измен. Так откуда она появляется? В чем суть? Может, есть какая-то загадка, и можно ее избежать, эту причину возникновения этих непристойных ситуаций в семье? Загадка в том, что единой причины не существует. Так же, как единой личности не существует. Мы все очень отличаемся друг от друга, это раз. И второе, мы дети времени. В 21 веке под изменой понимают несколько иное, нежели раньше, и происходят они несколько иначе. Это так, для затравки. А что раньше понимали? Да, раньше, что сейчас. Раньше же, например, были жесткие законы. Если жена изменила, ее закидывали камнями. А сейчас, в 21 веке, нет таких законов, и женщины по статистике теперь больше изменяют, чем мужчины. Лицемерие раньше тоже было представлено очень широко. Скажем, культ прекрасной дамы, который многим сегодня кажется неким романтизмом, и не более того, состоял. И это документально подтверждено, скажем, в том, что рыцари Карла Великого плакали от сентиментальной любви по отношению к некой даме. Она им кидала платочек с балкона, они наслаждались этим платочком, не смея к ней приблизиться. И после этого, утерев слезы, ехали насиловать простолюдинок. Вот так вот. А сейчас что происходит в современном мире? А сейчас есть такое понятие сценарий. Вам оно, наверное, понятно. Сценарии поведения человек выстраивает очень сложно, это долгий разговор. Сегодняшний человек характеризуется колоссальным количеством индивидуальных сценариев. То есть это не советский человек, сегодняшний. Когда было 2-3 сценария, жена, в лучшем случае, где-то соседка, и когда профсоюз дал путевку, там был какой-то санаторный эпизод. Потом на пенсию. Сегодня многоцветие, вообще мир стал многоцветным, и люди стали нестандартны. Поэтому мы можем, конечно, говорить, но это будет разговор вообще. А вот у Сидоровых история будет категорически иная, чем у Никифоровых. Елена Викторовна, а можно ли сказать, что секс в 21 веке стал более доступен? Абсолютно точно. И это способствует измен. Я хотела бы продолжить мысль, которую Лев Моисеевич начал, относительно того, что в 20 веке действительно очень многое изменилось. Вот у Игоря Семеновича Коны есть работа про три в одном. Гендерная, семейная, сексуальная революция. И все они касаются, в первую очередь, женского поведения. Семья изменилась, из такой расширенной многопоколенной, в нуклеарную превратилась. То есть женщины перестали рожать от ребенка к ребенку, в этом цикле находиться. Гендерная революция, которая позволила женщинам выйти на работу, стать независимыми финансово и эмоционально, соответственно, и выбирать себе партнеров, и требования к партнерам предъявлять. И семейная революция еще связана с возможностью разрешениям до брачного секса, а еще и разрешением на прерывание брака, то есть развод для женщин стал доступным. Но подождите, мы говорим о женщине, да, у нее много всего изменилось. У мужчин, получается, изменилось не так много, и они как изменяли, так и изменяют. Если раньше касалась измена понятия только мужчин, то сейчас оно касается и женщин тоже. И сексуальная революция привела к тому, что женщины стали эмансипированы, в этом смысле раскрепощены, потому что хорошая контрацепция позволяет действительно вообще регулировать свое сексуальное поведение, быть свободной от каких-то мыслей о последствиях. Поэтому женщины здесь тоже стали такими активными субъектами сексуальных отношений, стремления к удовольствию. Так что получается, что вот эта свобода, контрацепция и все остальное делает институт брака практически ничтожным, что ли? Ну, то есть те правила, которые были испокон веков, они теперь не обязательно? Не имеют значения, что ли, да. Что думают на этой психоаналитике? Ну, давайте по порядку. Коллеги верно сказали, что миллион разных сценариев, и чем дальше, тем больше. Что такое измена предательства, да? Я что-то обещал, а потом я что-то нарушил. И вот в этом случае я предал. Да, это касается не только супружеских отношений, любых, да. Я обещал, а потом сделал. И когда я в своей практике работаю с подобными случаями, я спрашиваю, а партнер вам обещал когда-нибудь до конца дней заниматься сексом только с вами? Ну, так клятва. А оказывается, что нет. А клятва что, это не обещание? Значит, по поводу клятвы. В середине 20-го века абсолютно из всех юридических документов исчезло понятие адюльтер, да. И это не является поводом для развода ни в одной европейской стране. Если муж или жена вам изменяют, это не повод для развода. Открываем документы и читаем, что такое брак. Да, это совместное ведение хозяйства. Вот если два человека ведут хозяйство, у них брак. По большому счету, они друг с другом не обязаны сексом заниматься. И общаться тогда, в принципе, тоже получается. Да, то есть они не обязаны. И нигде не прописано, что они должны хранить друг другу верность и так далее. То есть даже на юридическом уровне понятие измена, это такой же архаизм, как бастарды, там, прекрасные дамы и все такое прочее. Это понятие 19-го века. А как же словосочетание супружеский долг? Вот он же существует, откуда же его взяли? Долг платежом красен. Плохое хозяйство не будет вам возвращения. Все понятно. Если у вас есть свои истории или вы хотите что-то спросить у наших экспертов, то звоните нам по телефону 33-22-146, прямо в прямой эфир. Мы здесь вместе с вами разберемся и вас выслушаем. Ну, так, долг платежом красен. Это мы уяснили. Ну, ничего хуже представить себе невозможно, когда люди занимаются любовью из чувства долга, из чувства обязанности. То есть это уже можно сказать, что их отношения убиты, да, если они это делают, потому что они кому-то обязаны, кому-то должны. И тут сразу хочется спросить, а кому ты должен? Кто тебе сказал, что ты вообще должен этим заниматься? Ну, вот несмотря на то, что нет теперь, как мы поняли, такого понятия долг и все остальное, тем не менее, люди к измене, наверное, относятся не совсем позитивно, мне так кажется. Мне так хочется верить. Я тоже так думаю, но подтвердят наши слова или нет, Петербург, что сейчас узнаем. Мы вышли с опросом и с вопросом, как вы относитесь к измене. Плохо. Конечно, плохо. Плохо. Отрицательно. Я, да, гулял, но когда я сам люблю, я прям никого на стороне не хочется. Очень отрицательно. Ой, очень негативно. Это прям, и что из мужской точки зрения, что из женской точки зрения, это недопустимо. Если выбрал, надо следовать своему выбору. Это разрушает любые взаимоотношения, и это на самом деле, ну, просто проще поговорить и как-то попытаться решить проблему, нежели втайне пытаться как-то изменять. Знаете, когда человек клянется вам, что я всю жизнь буду любить тебя, а потом такой раз, находит себе девушку новую, и все, и... Я считаю, что это не уважение своей второй половинке. Вот смотрите, получается, что несмотря на то, что мы сейчас освободились от каких-либо обязательств, что секс стал намного доступнее, а молодежь в вопросе, основная часть говорит, что это плохо, и это недопустимо. Мне интересно, чтобы сказали взрослые люди, которые уже умудрены опытом, которые прожили, да, это вот что значит? Мы не освободились. Вот коллега все, на мой взгляд, разумно произнес, но это 21 век, а очень многие люди живут в 20-м, а некоторые даже и в 19-м. Даже молодежь, которая, в принципе, не застала еще. Да, да, да. Это ведь жизнь. Вот говорят, коней на переправе не меняют. Мы же не можем остановить жизнь и добиться новых ценностей. Поэтому сегодня для одной пары сама измена – это ужасно. Для другой пары начинаются эти разговоры, типа секс – это не измена, лишь бы не было любовным. Для третьей пары нормальная эта измена. И это даже как бы декларируется. Для четвертой пары, мало того, я это знаю по пациентам, я без оценки сейчас говорю, не только принимаются параллельные сексуальные связи, но это обсуждается между ними. Но среди молодежи, вот это очень хорошее подтверждение, становится модным, а заставить невозможно никак. Ни кодилам, ни прокламациями. Ни уроками в школу. Нет, нет. Вот модно. Вот Елена Викторовна совершенно верно сказала, несмотря на тысячи причин, знаменитая сексуальная революция, Битлз, не занимайтесь войной, занимайтесь любовью, дудочки, буддизм, разорванные джинсы, как бы беспорядочный секс. Много причин, и философских прежде всего. Но точной причиной это изобретение контрацептивов. Изобретение контрацептивов подтолкнуло сексуальную революцию. Сейчас, сейчас у нас очень модно среди молодежи это очень хорошо, так называемое сексуальное поведение в виде серийной моногамии. То есть никаких вот этих устаревших клятв, ты у меня одна на всю жизнь, и лучше всего, чтобы до меня у тебя никого не было. Такие два девственника встречаются, а потом, как Эсмеральда и Квазимода, их прах находят где-то. Это сказка. Ничего этого не происходит. Но молодые люди, и сейчас я тоже скажу, потому что этому есть конкретная причина, считаются модным, пока мы вместе не изменять. Это всего лишь мода, получается? Да, это мода. Этим занимаются в основном люди молодые с достатком, с хорошим уровнем образования и живущие в мегаполисах. А о моральных устоях здесь не стоит говорить? Но мы не изменяем друг другу, пока мы вместе. Но это совсем не факт, что до тебя у меня не было, поэтому эта серия как бы предполагается и после возможности. Так может тогда до брачных отношений не торопиться, а насладиться и заниматься сексом с кем ты хочешь, чтобы вот ты насытился этим и сказал, что я готов сейчас вступить в брак. Как и невозможно насытиться, как и невозможно наесться на всю жизнь. Я поддержу эту идею. То есть это не поможет? На самом деле, это то, о чем говорит Лев Моисеевич. Как раз так и происходит. В современном мире молодые люди экспериментируют, строят отношения, вступают в отношения и находятся в них до тех пор, пока они удовлетворяют интерес друг друга, пока они интересны друг другу, в том числе и в сексуальном плане, но сохраняя верность в этих отношениях. И вот говоря об измене, мы как раз и должны в первую очередь затронуть вот это вот важное понятие верность. Что такое измена? Это перестать быть верным другому человеку, то есть прекратить тот союз, который построен на эксклюзивности, на предпочтениях этого человека при вот такой когнитивной установке, отказав себе в сексуальных отношениях с другими людьми, подтверждая вот эту эксклюзивную сексуальную связь с этим избранным человеком. Это и есть та ценность, которая, вот когда происходит измена, происходит подтверждение того, что я перестал быть для моего партнера тем вот исключительным, неповторимым, эксклюзивным. Но некоторые... Позвольте я две фразы врезка, чтобы добавить то, то очень важное, хотя это снижает романтизм. Вот эта мода на верность, которая замечательна, она, еще раз говорю, она не надута кем-то, чем-то. Это может быть немножко по-бухгалтерски будет звучать, но это прежде всего реакция на ВИЧ-инфекцию. Да, потому что мы с тобой... Неосознанная? У некоторых вполне осознанная. Мы с тобой вместе, и если ты будешь мне неверен или неверна, я что, должен пользоваться вот этими защитами, которые снижают ощущения, ну, будем говорить о презервативах и прочее. Зачем? А если мы доверяем друг другу, мы не защищаемся. Но это предполагает верность. Вот каким-то чудовищным образом такая зверская вещь, как ВИЧ, заставляет больше, чем все призывы учителей, пасторов и кого угодно. Но эта тема, да, отдельная и большая. Отдельная и большая, да. Но хочется сказать, что есть еще пары, которые договариваются сразу, что у них свободные отношения. Семейная программа вновь в эфире. И мы с Мариной Ивановой говорим об изменах, естественно. Да, и Радик Мергалиев тоже тут сидит. 78% мужчин считают, что измена это плохо. Их поддерживают 84% женщин. А тенденция, когда муж изменяет жене, а она спокойно ждет его дома, понемногу меняется. Социологи говорят, что дамы сейчас на 40% более склонны к изменам, чем почти полвека назад. И интересно, что для мужчин веской причиной для измены является привлекательность соблазнительницы, а для женщин влюбленность. Так говорят, по крайней мере. Ну, половина изменивших мужчин признается, что не считали свой брак неудачным, ровно как и 34% женщин. Так зачем тогда изменяли, если все было хорошо и брак не неудачный? Вот зачем изменяли и стоит ли договориться о свободных отношениях на берегу, мы спросим у наших экспертов. У нас сегодня в гостях напоминаем Дмитрий Ольшанский, психоаналитик. Лев Моисеев, Щеглов, доктор медицинских наук, профессор, врач-сексолог. И Елена Викторовна Иоффа, доцент кафедры психологии и сексологии Северо-Западного Государственного медицинского университета имени Мечникова. Продолжаем разговор, продолжаем говорить, но теперь не только мы в пятером здесь об этом говорим, к нам еще дозвонился человек, который хочет задать свой вопрос. У нас на связи кто-то уже есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Константин. И расскажите, какой вопрос у вас? Наверное, ко всем, а что вот этот вопрос, неужели такой актуальный? Мне сейчас кажется, что вот здоровье у мужчины современного больше, чем на одну женщину, просто не может хватать, в принципе. Поэтому, вот мне даже непонятен сам вообще вот постановка вопроса, понимаете, там, откуда вообще силы-то берутся? Интересно, Константин. Вот сейчас мы спросим, откуда берутся силы, но вот видите, статистика говорит, что все же изменяют еще люди. Ну, конечно, изменяют, но звонок, мне кажется, уместен, потому что вообще в сексуальном поведении сейчас сексологи фиксируют много непонятного, честно говоря, того, что вчера еще не отмечалось. Так, например, есть короткая, скажем, почти секта, которую условно называют сексоголики. Это люди, зависимые от секса, не столь даже желающие, сколь их влечет это как наркомана к наркотикам, алкоголика к водке. И всегда разные партнеры. Это зависимость. Элемент новизны, смена, но они не победители, они мучаются. Это большая проблема. Хорошо, есть проблема, но откуда они силы-то берут? Работа, дом, спортзал, Давайте мы сейчас не говорим о группе ровках и всех, которые состоят. А мы говорим об обычной семье, у которых ипотека, Это в обычной семье может быть. Да. Это может быть в обычной семье. А во второй обычной семье наступает то, что называется эротическая скука. когда человек соматически здоровый, психически здоровый и сексуально здоровый, секс по шкале ценностей ставят ниже, чем вкусный ужин, беседа с друзьями, хобби, поехать на рыбалку. У него нет проблем, но для него это как бы менее значимо и интересно. Дмитрий, вы тоже, я вижу, киваете. Вы согласны с этим? Вот эта тенденция, которая прослеживается последние 15-20 лет. Ценность секса вообще резко падает. И в этом принципиальное отличие от эпохи хиппи, сексуальной революции, 60-х, когда явно противопоставлялась не делай войну, делай любовь. Теперь и с молодежью, когда общаешься, ценность, интерес к сексу резко падает, в этом ничего крутого нет. Это не прикольно, это не интересно, это такое же занятие, как попить там воды, почистить зубы. И поэтому какой-то особой пикантности во всем этом нет, поскольку нет запретов, нет и пикантности, запретный плод, сладок же. А если это на рынке валяется просто тоннами килограммами, что тут интересного-то, да? И поэтому у молодежи вообще нет такого там, а кто раньше занялся сексом, а у кого больше партнеров. Это в среднем, я говорю, да, тенденции. Понятно, что есть крайности такие и сякие. Но в целом интерес к сексу резко угасает. Поэтому и измен меньше становится. Потому что, ну а что тут такого? Ну вот интерес к нашей теме все равно остается, потому что у нас на связи еще один человек, к нам дозвонился в эфир. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алло, вы мне? Да, да. Да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. это самое. Хотелось бы спросить у членов вашего... Наших гостей. Да, да, это самое. Почему сейчас ставится практически везде знак вопроса между любовью и сексом? Это настолько разные вещи, просто, ну, вот весь город на асфальте везде, это самое, любовь, 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 там редко где секс или релакс. Даже плюнуть некуда, как говорят. Почему равенство такое? Я, правда, из прошлого века, как бы, ну, очень хочется знать. Никто не может на это ответить. Спасибо вам за вопрос. Вопрос, правда, интересный. Я буду продолжать вот как раз уже начатую тему, тему ценностей. И как раз и этот вопрос, и предыдущие, они все вокруг вот этой идеи, да, разделения или знака равенства между любовью и сексом. Произошла определенная подмена в 20 веке этого понятия секс, да, то есть секс рассматривался как источник удовольствия. По сути, секс это такая инструментальная ценность, не терминальная ценность. Стремиться к сексу, как это у подростков, да, такая идея была, вот, заняться сексом, и тогда ты будешь получать удовольствие. А оказывается, что ничего там такого интересного нет. И для многих семейных пар, да, вдруг как-то ценность теряется, потому что удовольствие стирается, потому что есть в этом мире вау-эффект эпохи потребления дает нам другие источники удовольствия. То есть вот возвращаемся к тому, что секс, он не может быть самооценен по себе, да, секс это всего лишь способ коммуникации, ни больше, ни меньше. В удовольствии оргазм, да, который сопровождает, как правило, секс, да, вот сам, как процесс, это природой заложенная, как бы, такая вот реакция, которая подкрепляет привязанность к нашему партнеру. Опять же, возвращаясь к эксклюзивности сексуальных связей, которые... Ну, раз мы все вместе сошлись во мнении, что секс обесценился, так может договориться на берегу с партнером своим, которым ты собираешься прожить весь остаток жизни, о том, что давай, дорогая, мы будем в свободных отношениях. В свободных отношениях, да. Да, мы можем, мы спим с тобой, но иногда мы будем ходить налево-направо. Ну, это такое вот расчленение, получается, парциальное такое удовлетворение потребностей. Не все готовы к этому. Сама формулировка. Не все готовы. И диссоциация происходит. Но все-таки стоит об этом поговорить с партнером. Эмоционального и телесного. Да, то есть мы, как психологи, все время стремимся в своей работе к целостности, к конгруентности, да, то есть к возврату к себе, да, у человека. В таких отношениях договоренности, да, когда я с одним человеком буду удовлетворять эмоциональные потребности, мне с ним хорошо, интересно сидеть у телевизора, держаться за ручку, детей воспитывать совместно. А с другим партнером я буду заниматься сексом таким страстным, в котором будет буря эмоций, но при этом эти отношения будут краткосрочными, да, я буду там раз в неделю или раз в две недели, я не знаю, в разных режимах. Да, известен формат свободных отношений 21 века. Расчленение, да, такое получается собственного я, да, я там, я тут, а где я целостный. Дмитрий, а что с формулировкой вы хотели сказать? Сама формулировка это уже адское зло. Понимаете, свободные отношения предполагается не свобода какая-то в отношениях, что ли? Вот я, все мы друзья, мы пациентам, люди встречаются для того, чтобы друг друга сделать свободными. И если вы входите в любые отношения, дружеские, товарищеские, любовные, сексуальные, и воспринимаете это как несвободу, на кой черт вам это надо? Это адский ад. Но брак брак любые не назвали бы тогда. Давайте говорить о том, подождите, подождите. В браке вообще не предполагается, сексием только что. Но давайте говорить правду. Люди прожили 5, 10, 15 лет, они устали друг от друга в плане физическом, но не привлекает супруга уже меня сейчас так, как было это раньше. И человек идет за новыми ощущениями, теми, которые были 18 лет назад, например. Это ошибочное умозаключение. Меня что-то не удовлетворяет. Но он любит твою жену. Почему это не свобода? Значит, меня что-то не удовлетворяет. Я с этой неудовлетворенностью могу обратиться к этому человеку. Меня только секс не удовлетворяет. Меня только секс не удовлетворяет. А все остальное моя жена, вот лапочка, я готов весь мир ей подарить. Спасибо, Радик. Если вы со своей женой не можете поговорить о сексуальных отношениях, вы совершенно чужие люди. Так мы сели и поговорили. Я сказал, что я пойду налево, дорогая. И она сказала, иди, но больше не возвращайся. Это уже тогда не... Ну, получается, что вы уже не договорились о свободе. Да, вот я сейчас договорю. Этот вопрос можно задать. Меня что-то не удовлетворяет. Давай обсудим. А тебя удовлетворяет? А ты что думаешь по поводу моего неудовольствия? Как тебе это? Нормально, ненормально? Как ты эту ситуацию видишь? Если супруги не разговаривают, у них вообще отношений нет. Это не свободные и не свободные. Это нулевые отношения. То есть вы все придерживались мнения того, что свободные отношения, формат не выживет. Подобный искренний разговор снимет тупые тыканье в других, с которыми также будет какая-то неудовлетворенность. И в итоге для дружков это типа победитель, у него уже восьмая, двадцать восьмая, а он все время не удовлетворен. Он бежит от одной к другой, потому что он ни в ком не может найти то, что ему нужно. И здесь проблема не в этих отношениях конкретно, а в человеке в самом, который не может найти. Две группы причин. С одной стороны, есть люди, которые изначально, но в силу их личностного развития, ошибок в воспитании, неких эмоциональных травм, не готовы любить другого. Они предъявляют претензии партнеру. Не себе, как человеку, который в отношениях любит, а другому, которого я перестал любить. Он не тот, я пошел искать другого. Не факт, что он найдет. И вторая группа причин это как раз-таки те отношения, которые специфически начинают развиваться. Если мы говорим про брак, про семью, про рождение детей, то там масса разных причин, которые влияют на то, что действительно секс уходит на другой план, например, у женщины, которая кормящая, которая была до встречи, вернее, до брака страстной, там такой прямо тигрицей, которая лапой могла прижать этого своего партнера. А тут она вся погружается в нежность, заботу о ребенке, и ей нужны другие сценарии. Если мужчина не подстроится, то значит, их сексуальная жизнь обречена на... Вот я люблю перед рекламой задавать короткие вопросы и короткие ответы без размытых фраз. Как следователь, если человек изменил, признаться или нет? Если... Да или нет, есть ответ. Нет такого ответа. Нет. Вы? Не стоит сразу. Нет. Не стоит сразу. Вы? Понятия измены не существуют. Семейная программа и сегодня семейная супружеская неверность у нас в студии. Точнее, нет, у нас в студии все хорошо, у нас все отлично, но... Пока все хорошо. Я думаю, так и будет, но всегда, конечно, есть в семье сложные переломные моменты, и вот измены это один из таких моментов. И часто, даже без измен, возникает что, Радик? Ревность. Да, конечно, она возникает и она отравляет жизнь семейной паре. А из-за чего эта ревность возникает? Давайте узнаем. Наши горожане ответили на этот вопрос. Ревность, в принципе, я считаю, что не нужна. Кажется, что ревность все-таки тогда, когда вы не доверяете партнерам. Ну, понимаете, ревность, на мой взгляд, это такая вещь, которая в каждого человека заложена от, не знаю, природы. Вытекает из неуверенности в себе. Никогда. Это глупое чувство. Ну, либо ты уверен в человеке, то есть, ну, скрыть и сделать что-то, любой может. Он не должен этого хотеть. Если у вас каких-то не было предварительных договоренностей, общения, и просто вы как-то пытаетесь друг от друга что-то скрыть, вот тогда ревность здравая. Очень мерзкая и противная. Надо с ним распрощаться. Иногда ревность за гранью, когда ты начинаешь запрещать человеку что-то, чего он хочет. Вот последняя история о том, что иногда ревность, правда, за гранью и достигает каких-то невероятных масштабов, а иногда она даже может быть неоправданна. Так что это? Неуверенность в себе? Это, безусловно, низкая самооценка и некая пронояльность. Опасная очень история. Это история от Элла, который задушит любимого за платочек и за возможную измену. Если мужчина начал ревновать, то все, сразу это звонок. Таких людей надо бояться. И должен сказать вам, есть один очень интересный критерий. Если ревность, это просто полезно для наблюдения, если ревность возрастает под воздействием горячительных напитков, это очень опасно. Вот так вот. Дмитрий, как вы помогаете людям, которые приходят с проблемой ревности? Приходят ли к это вообще? Ревность это продукт фантазии, как Зигмунд Яковлевич Фройд нам говорит. А фантазии это наше желание. Если человек себе моделирует фантазию о том, что мой близкий мне изменяет, значит, он этого хочет. И тут вопрос в том, а почему бы ты хотел себе это нафантазировать? А почему ты из всех возможных моделей реальности себе создаешь именно такую? И дальше это вопрос индивидуальный, конечно, потому что здесь не обходится и без самооценки, совершенно верно сказано, и без первичных отношений с родителями, любящими, те, кто нас воспитывал, и почему ты не до конца мне принадлежишь, это тот вопрос, который любой ребенок своей матери задает. Почему ты не 24 на 7, моя? Иногда ты уходишь, иногда приходишь. Естественно. Это не без гомосексуальных фантазий, потому что я себе представляю кого-то, кто может быть лучше меня, моего пола, и к нему тоже какие-то чувства испытываю. То есть здесь целый спектр. Но нужно понимать, что ревность это результат тех желаний, которые мы испытываем. Я хочу, чтобы мой близкий человек мне изменил. Елена Викторовна. Я продолжу тему фантазий. Скорее, все-таки на рациональный уровень с бессознательного выйдем. Это такая идеализированная идея, что мой партнер должен принадлежать мне абсолютно. Вот как мать, которая обо мне заботилась. Называют собственники. Здесь не в собственности дело, а вот действительно в признании вот в этом слиянии, вот в этой эксклюзивности этой связи. Но, как вы понимаете, если мы предъявляем такую следуя такой фантазии, строим отношения, что наш партнер, партнерша, они нам должны принадлежать абсолютно. И воспринимать нас как мать безоценочно, это фантазия, которая обречена. И сам человек тоже подспудно понимает. И начинает, особенно если он не уверен в себе и недостаточно в чем-то себя считает хорошим, успешным, он начинает беспокоиться, что он в любой момент потеряет этого своего партнера. У нас вот есть звонок от телезрителя по нашей теме ревности. Добрый день, слышите ли вы нас? Представьтесь, пожалуйста. Да, я слышу вас. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. А, Александр. Что вы хотели у нас спросить, узнать у наших экспертов? Ну, во-первых, я обожаю доктора Щеглова, я так счастлив его видеть. Мы тоже. Вот вижу его после очень долгого перерыва, это прекрасно. Вот почаще бы он приходил в эти передачи. А почему никто не говорит о любви? Но любовь это самая главная в жизни вещь. Самая главная. Ну, и не будем забывать, что и либидо у каждых людей разное. Ты можешь прожить с человеком 20-30 лет и очень удивиться через этот срок, что он собой представляет. Мы не знаем, с кем мы живем. Мы не знаем себя. И ревность, как и зависть, и жадность, там, тысячи других пороков, это заложено в нас, в природой. Это, ну, никуда от этого не деться. А все, что вы говорите, это, ну, красивые слова, да, да. Но, окажись в этой ситуации, ты будешь человек со своими скрытыми чувствами. Никто никогда не узнает, какие это чувства. Ну, это очень сложно. Это, это не так просто. Ну, с одной стороны, это очень просто, но с другой стороны, это очень сложно. Спасибо вам. Спасибо за свое мнение. Мы забыли о любви. Это очень важно. Конечно, я считаю, что важно, сказал человек, потому что он меня полистил, но на самом деле мы прошли тот период, когда пуританская, советская страна считала очень важным сексуальное. И подростки, и все к этому тянулись правильно, к запретному. это исчезло. Это исчезло. Сегодня сексуальность не так загадочна, как именно любовь. А что такое любовь? Как она происходит? Почему есть люди, которые умеют любить, и они сами любимы? К сожалению, это взрослые не хотят понимать, родители, там, не знаю, школа, но в определенной степени любви надо, может, странную вещь скажу, учить. Учить. У нас сейчас вообще поразительную вещь, мы, сексологи, наблюдаем, что самоудовлетворение, не будем произносить медицинских терминов, не ночная передача, становится очень простой и легкой историей снять сексуальное возбуждение. И это зачастую предпочтительнее, чем выстраивать отношения. Я чувствую потребность, я сам с помощью определенного рода сайтов, которыми набит интернет, и я сам снимаю это напряжение. А выстраивать отношения, почувствовать, что это за человек, открыться ему, это очень трудно, я этого не умею. Да, я с вами согласна абсолютно, но иногда трудно еще и контролировать ревность, о которой мы говорили изначально. Вообще ревнивцы, которые душат буквально своих партнеров какими-то подозрениями и всем остальным, с ними можно как-то бороться, с ними можно договориться и объяснить им, что от психологических ревнивцев надо бежать. Просто тупо объяснять нельзя? Никак. А как бы просто психологически заостренный человек, разговор, полное открытие, доверие. Мы очень мало разговариваем друг с другом, мы все заштампованы в определенных границах. даже если я считаю, что это любимый человек. Спать с ним мне легко, и я не вижу в этом границ, а вот взять и открыть душу и сказать, что мне больше нравится, меньше, какие у меня эротические фантазии. Люди проживут 50 лет в браке и не откроются друг к другу. Дмитрий, можно сделать так, что сказать, что ревность равно любовь? Вы говорите, как помочь, и я хочу спросить, кто будет помогать. Если это ваша вторая половинка, верно было сказано, ничего вы тут сделать не сможете. Есть специалисты, которые с этим и работают. Только извне, то есть, получается, можно воздействовать? В этом и заключается моя профессия. Потом мне очень понравилась планка и уровень, то, что Лев Моисеевич сказал. Никто не учит любви, и тут я поспорить хочу. Вся русская литература об этом. О том, как отношения строить, как ревновать, как завидовать, как договариваться, как спорить, как любить и как ненавидеть. И все 10 лет нам очень повезло. Одна из самых великих вообще на планете литератур. Мы читаем по-русски все это в оригинале, понимаете? Американцы мучаются, потому что ни Пушкина, ни Солженицына, они не могут прочитать. А мы можем, у нас это все есть. Читайте школьную литературу, там все написано. Как ревновать и как разговаривать о ревности. Читайте Анну Каренину, Толстого. Все об этом, понимаете? Человек 80 лет об этом только и писал. Вы коротко скажите, как ревновать? Ревновать ли вообще? Вот мы говорим, что в литературе это все описано. Стоит ли ревновать? Нужно строить отношения доверительные. Мы как раз про это и говорим, о том, что секс это всего лишь способ коммуникации, который подтверждает исключительность этой связи, этих отношений, этого партнерства. И секс как раз-таки это способ достичь вот той близости телесной, которая позволяет нам ощутить себя в состоянии доверия к партнеру. Спасибо большое. Я бы на месте ревнующего поговорил с объектом. Вот ты знаешь, я ревную, черт возьми. А лучше субъектом. Мне стыдно. Да, нужно правильно разговаривать друг с другом. Мне стыдно. Но я вот так вот. Да, и об этом нам говорили сегодня Лев Моисеевич Щеглов, доктор медицинских наук, профессор, врач-сексолог, и Елена Викторовна Иоффа, доцент кафедры психотерапии и сексологии университета имени Мечникова. Да, читаем Пушкина и познаем любовь.